Всем привет! Сегодня будет очень полезный ролик для тех, кто хочет добавить себе дополнительную сеть 4G. Имеется ввиду, что если у вас телефон какого-то очень бюджетного класса, или еще знаете, когда старые телефоны еще за тех времен, когда не было еще 4G, то в телефоны встраивали только функцию 2G и 3G. И сейчас, конечно же, пользователи вот этих старых телефонов или новых телефонов, но очень бюджетного класса, они сталкиваются с тем, что кроме 3G у них ничего нет. Вот элементарно вам покажу, вот если вы заходите в стандартные настройки, сим-карты и мобильные сети, нажимаете на свою сим-карту, и вот есть предпочтительный тип сети. Вот. У меня, допустим, 2G, 3G и 4G LTE. Еще раз повторюсь, я говорю конкретно про те телефоны, где предпочтительный тип сети есть только 3G и 2G. То есть нет выбора какой-то больше сети, там 4G, 5G и так далее. Я вам покажу решение абсолютно без всяких программ. То есть, конечно, есть в Play Market, я там смотрел, есть разные приложения, но, конечно же, они работают так себе и в основном платные. Я покажу вам, как через стандартные настройки это все сделать. Смотрите, заходите на свои настройки и вот здесь ищите о телефоне, либо сведения о телефоне. Дальше. Ищите ту строку, где у вас написана подробная информация и характеристики. Есть ли какой-то другой телефон, но просто найдите строку, где у вас показывается информация о вашем телефоне. Вот. Зашли сюда. Здесь там модель телефона, оперативная память, какой у вас процессор. Вот. Ищите вот такие характеристики. И вот здесь нужно найти внутреннюю память. По внутренней памяти нажимаем около 5-7 раз быстро. Вот. Я нажал и меня перекинуло в дополнительное меню. Здесь информация о телефоне 1, информация о телефоне 2. Это если у вас стоит 2 сим-карты. То есть, мы нажимаем, в принципе, на ту сим-карту, которой будем добавлять ваш интернет, вашу мобильную сеть. В данном случае у меня одна сим-карта. На первом слоте я нажимаю информация о телефоне 1. И вот здесь, смотрите, есть настроить предпочтительный тип сети. По умолчанию сейчас стоит GSM, в SDMA это 3G, LTE это 4G. То есть, якобы, три сети. Что вам нужно сделать? Вот нажимаете по этой строчке. И вот здесь, среди этого всего списка, выбираете LTE only. Вот таким образом. Дальше выходим с этих настроек. Закрываем их. Заходим, опять же, в стандартные настройки. Нажимаем сим-карты и мобильные сети. Нажимаем на свою сим-карту, которую мы настраивали. Выбираем точки доступа APN. Нажимаем на вот эту стрелочку, что с правой стороны. Вот здесь ищем название канал. Вот. У вас, может быть, здесь вообще ничего не выставлено. В общем, нужно будет поубирать все вот эти галочки, которые у вас здесь выставлены или не выставлены. И просто оставить только LTE. Вот таким образом. Нажимаем ОК. Вот канал LTE внизу. Нажимаем еще. И нажимаем Сохранить. После этого перезапускаете свой телефон. И у вас будет уже 4G LTE ловить на телефоне, в котором его нету. Из минусов то, что на телефонах, в которых вшито только 2G и 3G, здесь у вас не будет показываться, что подключено 4G. Но принудительно мы это сделали, и у вас интернет будет быстрее, как в 4G. Второе. Если вы окажетесь где-то в месте, где у вас не ловит 4G, то есть там предпочтительно ловит 3G, 2G, то, понятное дело, с вами не будет связи. И не будет, конечно, у вас интернета. Также смотрите нюанс. Вот вы спросите также, а почему бы не выбрать там несколько разных позиций. Там есть, конечно, в выборе и другие настройки. И, допустим, когда вы зашли элементарно в то же самое меню, опять же, мы добрались до нашей настройки, которую мы выставили. Когда мы нажимаем, тут, конечно же, есть перечень огромный. В том числе есть и LTE, и WSDMA. Якобы и 3G, и 4G. И можно выставить, и чтобы было и 2G, тоже искалось еще другие сети. В общем, я уже пробовал. Если ваш телефон 4G не поддерживает, и вы выставляете несколько сетей, в том числе и 3G, то, к сожалению, 4G не хочет ловить и не хочет активироваться. Телефон самостоятельно переключает на 3G, и как ни крути, ну ничего не получается. Потому только вот такой вариант LTE only. Поддержи это видео лайком, подпишись на канал, и поделитесь с другом, чтобы они тоже знали, как делать такую настройку.